Посадила под зиму лук на зелень. Сейчас подсыплю укроп. Сейчас это еще укрой травой. Сухой. Ну вот так. Посмотрим весной, как все это прорастет. Укрыла мхом посадки. Мох – это золото. Смородина. Яблонька колоновинная. Вот еще яблонька. Вот еще смородина. Ну и голубика. Кажется, я уже давно. Тоже голубика. И клюква. Огород на окне. Что у меня тут растет? У меня все еще продолжают вегетировать. Перчики. Проростки. Вот как они поднялись. Так, это петрушка. Выкопана с огорода. Это совершенно не хочет расти укроп. Там посажены томатики. Все это стоит под лампой полного спектра. И сектырии тоже выкопаны с огорода. На террасе плюс 14 градусов. Так, что здесь из зелени? Петрушка пробивается к свету. Это орегано. Орегано лучше всех растет. Так, здесь есть мята. Немножко розмарина. Остатки была роскоши. Где-то был базилик, но он в таком холоде явно не выжил. Вот еще кустик розмарина. Так, а это у меня что-то выросло. И что-то я уже не помню. Не то тимьян, не то орегано. Вот не помню уже. Тут у меня выживает розмаринчик. В соседнем горшке уже загнулся. Этот еще ничего себе чувствует. Монгольд все еще растет. И капустакил тоже. Здесь выставлено на 7 градусов, но сейчас больше солнышка вышел. Вот он, обогреватель. И щеки. Есть один кустик. Вот так это выглядит утром. Моя подсветка. Буду поливать мои орхидеи. Настоем чеснока. Вот 4 зубчика чеснока на 2 литра я сделала. И где-то сутки настаивала в теплом месте. Сейчас процежу. Добавлю в янтарной кислоты 2 таблетки на 2 литра. И буду поливать орхидейки. Орхидей я поливаю методом погружения в раствор на некоторое время. Ну, на полчаса, наверное. Сажаю лук на зелень. Такие у меня большие луковицы. Других нет. Два ряда попробую. Если не получится. В один-то точно не хорюбает. Так. Все это сейчас мы этот ряд засыпем землей. И второй сделаем. Ну вот, продолжаем. Так. Это тоже присыпем сверху. Поливаем. В начале, для формирования корневой системы, луку нужна температура где-то плюс 15. Прохладное, темное помещение. Вот, я его оставлю здесь на террасе. Здесь у нас плюс 14-15. Поддерживается. И когда покажутся ростки, зеленое перо, то тут нужен обильный свет и температура 25-27 градусов. Тогда я этот лук отсюда заберу. Тогда я и этот лук отсюда заберу. Ну вот так. Прикрыла пакетиком, чтобы вода не испарилась. Ставлю темное место. Прикрыл Pa. Прикрыл П-